Люди способны увидеть то, что находится за сотни метров, учуять запах, доносящийся издалека, услышать отдельные звуки. При непосредственном контакте человек может даже узнать вкус и испытывать тактильные ощущения. Почему же не всем дано ощущать невидимый мир и получать информацию из других измерений? Или всё-таки дано? И мы просто называем это шестое чувство интуиции. Ммм? Давайте сегодня за чашечкой кофе поговорим именно об этом. Наверняка у каждого из вас хоть раз в вашей жизни, но всё-таки возникала такая ситуация, когда вы откуда-то точно знали, чем закончится новое ваше начинание. Без использования опыта, рассуждений и какой-либо логики. Ну, например, возникло ощущение, что не надо связываться с этим человеком или влезать в какой-то новый проект. Но рассудительных объяснений этому не находилось. И вы связывались, и влезали, и ввязывались. А потом, конечно же, жалели и ругали себя за то, что не послушались своим лицем. Вот что это за ощущение такое? Откуда к вам приходит эта информация? Обманывают вас или нет предчувствия? Сегодня я расскажу вам, как со всем этим разобраться. Как-то ко мне за помощью обратилась Надежда. Домохозяйка лет 60. Женщина толком не могла объяснить, что с ней происходит, и повторяла только одну единственную фразу. Что у неё неспокойно на душе, и она не может найти себе места. Прям вот чувствует она какое-то беспокойство постоянно. Надежда жила вдвоём со своим супругом. Взрослые дети со своими семьями давно разъехались по стране, в разные города. И, к сожалению, нечасто навещали своих родителей. И обеспокоенная мать подозревала, что дочь или её сын скрывают от неё правду об их здоровье или личной жизни, чтобы лишний раз её как бы не волновать. Но Надежда, напротив, изрядно нервничала. Её мучили предчувствия, что вот-вот должно было случиться что-то очень-очень нехорошее. Многим известна старинная примета, что залетевшая в дом чёрная птица – это к большой беде. Но не все знают, чтобы избежать несчастья, птицу следует выпустить и вслед за ней в открытое окно высыпать горсть крупы. Давайте для начала разберёмся, одно ли это и то же – предчувствие и интуиция. Конечно же, нет. Это разные вещи. Предчувствие – это некое ощущение или знание того, что в будущем произойдёт некое событие. Как правило, это предупреждение о его нежелательном исходе. Предчувствие растянуто как бы во времени. Как скоро это может произойти, никому неизвестно. И оно может как сбыться, так и не сбыться вообще. Поэтому не зря говорят, что предчувствия нас могут обманывать. Могут ещё и как. Интуиция – это мгновенная эмоциональная подсознательная информация, на основе которой человек принимает определённые решения. И интуиция помогает сэкономить ресурсы и время на обдумывание какой-то ситуации. Надеюсь, вы сейчас поняли различие. Интуиция подсказывает в моменте и основывается на хорошо забытых нами фактах. И не удивляйтесь, наш мозг хранит лишь очень небольшой процент информации о событиях в нашей собственной жизни. Так вот, молниеносная, неожиданная вспышка воспоминаний о похожем факте и может нам подсказать правильное или неправильное решение. Да, интуиция может подвести, бесспорно. Так вот, у моей клиентки Надежды было именно предчувствие, что с кем-то из её детей может случиться или уже случилась беда. Я сделала расклад на своих картах Таро Райдес и не увидела абсолютно никаких проблем и неприятностей ни у сына, ни у её дочери. Мои карты, они редко ошибаются, говорили, что у них наоборот в данный момент всё хорошо. Но где-то рядом с семьёй есть женщина, желающая всем зла. Надежда вообще не стала меня дослушивать. Она просто кинулась ко мне с мольбами установить на детей защиту от сглаза, порчи и любых других негативных воздействий. Это очень частая просьба от моих клиентов. И это нормально. Я считаю, что все должны быть под защитой. Большая часть, правда, из моих клиентов считает, что защита, поставленная специалистом, это как таблетка от всего сразу. Но это не совсем так. Это дополнительная защита, как правило, берётся из определённого энергетического источника. Я держу прекрасный, а главное, целый подсвечник. Он как человек со здоровой и чистой энергетикой. Не нуждается ни в какой защите. Защита существует, чтобы прикрыть уязвимые места. Вот в этом случае проблема очевидна. Её можно исправить. Так и у человека. Если была порча на личную жизнь, её можно снять и поставить защиту. Но это не значит, что в дальнейшем не может случиться порчи на здоровье или на финансовые дела. Настоящий профессионал не будет вам ставить защиту на всё и сразу. Он, как я сейчас, позаботится и укрепит только проблемное место. Мне кажется, что глупо заматывать весь подсвечник лентой, когда у него сломана только одна ножка. Почему же нельзя защитить энергетическое поле человека без проблем целиком и заранее? Ну, чтобы предотвратить будущие атаки недоброжелателей и чёрные магические воздействия, Смотрите. Целая здоровая свеча отлично горит в открытом пространстве. А теперь мы ставим на неё защиту. Свеча гаснет. Вот так и человек, изолированное от общества и от своей привычной среды, со временем медленно угасает. Нам, как кислород, свече необходим обмен энергиями. Нам необходим обмен любовью и заботой. Прошу вас, не верьте тем специалистам, которые предлагают поставить вам защиту от всего и сразу. Не губите свою жизнь. Сохраните свою энергию для ваших родных и ваших близких. Для счастья и радости. Для прекрасного будущего. Узнали что-то полезное для себя? Не забудьте подписаться на мой канал и поставить мне лайк. Напомню, Надежда обратилась ко мне за помощью, так как последние несколько месяцев мучилась от предчувствия беды. Она предполагала, что несчастье может постичь ее взрослых детей. Но я была уверена, что с ними ничего плохого не случится. А вот насчет самой Нади я очень сильно сомневалась. Неизвестная дама, которую показали мне мои карты Таро Райдос, явно не питала к моей клиентке теплых чувств. Надежда перебирала всех своих знакомых и давала краткое описание этих женщин. Как только она упомянула ямочки на щеках у одной из них, я ее остановила. Причинить Надежде зло собиралась именно женщина с такой очаровательной особенностью на лице. Надежда аж за сердце схватилась. Ямочки на щеках были у ее давней, еще школьной подруги Лилии. У Надежды не было ни единой догадки, почему Лилия могла бы желать ей зла. Честно, она даже не пыталась подумать как-то в эту сторону. Ведь для Надежды подруга была именно тем человеком, которому она безоговорочно верила и всегда могла на нее положиться. Лилия не раз доказывала свою преданность, поэтому Надежда категорически отказалась мне верить и тщетно искала в памяти тех, кого еще природа наградила милыми ямочками. Мне пришлось прийти к ней на выручку. Нет, не в плане помочь вспомнить, кто еще из найденных знакомых имел изюминку во внешности, а разобраться, по сути, в поречении, по которой Лилия была готова нанести серьезный вред своей лучшей подруге. Я попросила Надежду найти фотографию. Посмотрев на подругу моей клиентки, я смогла увидеть ее квартиру. Пришли видения, и я стала их описывать. Вернее, я увидела спальню. Я рассказывала Наде то, что вижу, описывала интерьер, и она с удивлением подтверждала все мои слова. И на прикроватной тумбочке я увидела фотографию. Лиля была там в объятиях мужчины. Тут Надежда возразила, мол, никогда такого снимка не было. Лилин супруг внезапно умер два года назад. И подруги вместе искали подходящую фотографию на памятник. Надежда точно знала, что совместных фото у Лилии с ее мужем не было. Не любил он показных нежностей. Я сказала, что фотография в рамке недавняя, и описала мужчину. Надежда закричала, что больше ничего не хочет, и выбежала из моего кабинета. Мне не надо уже было ее подтверждение. Я знала, что на фото был муж нашей Надежды. Он же и любовник ее подруги Лиля. Раньше женщины старались не покупать и не дарить своим избранникам и мужьям нижнее белье и носки. Они верили, что такой подарок притянет в судьбу супруга другую женщину. Также во избежание измен наши предки никогда не вешали зеркало напротив супружеской кровати. Надежда пришла ко мне во второй раз, неделю так и так через две с половиной. Она была подавлена и едва сдерживала слезы, но она нашла в себе силы рассказать мне, что за это время смогла проверить мужа и подругу и убедилась в их предательстве. Ее предчувствие большой беды оказалось верным. Двойной и очень болезненный удар нанесли самые близкие люди. Измена в большинстве религий считается тяжелейшим грехом и влечет за собой самые суровые наказания. Вселенная тоже не оставит это предательство безнаказанным. Жесткая расплата настигнет изменившего внезапно и совершенно неожиданным образом. Причиненная боль вернется всегда бумерангом. Нужно понимать, что вступая в отношения мы начинаем обмен энергией. Связь на стороне она нарушает этот взаимный баланс и происходит утечка любовной энергии. И если рассматривать на энергетическом плане, то в семью заносится черный сгусток негативной энергии. Связь на тонком уровне между супругами заменяется на ревность, на страх и на злость. Измена это не про нарушение обязательств друг перед другом, а на тех душевных страданиях и мучениях, которые один человек причиняет другому. Даже если люди решат сохранить в итоге брак, он все равно уже не будет прежним из-за потери энергетического баланса. Измена это не на один раз. Измена навсегда. По законам Вселенной. Так есть. Надежда, конечно, была убита предательством. Она много плакала, долго не могла говорить. Женщина жалела себя ради семьи и детей. Она не получила образования, стала домохозяйкой, чтобы вот так на старости лет остаться одной. Униженной, слабой и никому не нужной. Надя была уверена, что муж, как только все вскроется, обязательно уйдет к Лиле. Вовлеченный, энергичный, развивающий свой новый небольшой бизнес. Ну, в общем, вся такая она пышащая жизнь. Поэтому женщина решила не сообщать подруге и супругу, что знает об их романе. И я понимаю, что простить измену крайне сложно, если вообще это возможно. Самое правильное в такой ситуации не жалеть себя, а действительно решить, что с этим делать дальше. Потому что кому-то такой формат подходит, а кому-то нет. В этом случае нужно оценить это как произошедший факт. И самостоятельно. Тут у вас нет и не может быть никаких помощников. Самостоятельно придется решить, что делать. Не даром в картах Таро, влюбленные, любовники, это прежде всего аркан выбора. Выбор, который мы делаем, определяет, кем мы на самом деле являемся. Подумайте над этим. Я знала, зачем Надежда пришла ко мне и очень не хотела, чтобы она произносила это вслух. Но она сказала. Сказала, что просит магической помощи по возвращению мужа в семью. Чтобы полюбила обратно и забыла любовницы. Сделать не приворот, а сделать возврат. Я часто сталкиваюсь с мнением, что приворот и возврат любимого – это разные ритуалы. Считается, что приворот – это грех, а вот вернуть себе свое же – это вроде как бы и можно. Так вот, разница между этими двумя понятиями только одна. Что в одном случае отношения уже были, а в другом их могло бы не быть вообще. И все. И то, и другое – страшное преступление против воли человека. Это энергетическое воздействие, направленное на разрушение эмоциональных связей и чувств человека. И прежде чем, в принципе, даже думать и помыслить о таких воздействиях на кого-то другого, помните о том, что вы хотите навредить. А еще я предлагаю вам всегда проанализировать, как именно вы оказались в ситуации, что ваш мужчина, например, завел любовницу. Не зря супругов называют половинками. Когда они вместе, то выглядят как одно целое. Прямо вот как эти два шара. Но на самом деле, как вы видите, это две отдельные единицы. Две самостоятельные половины. Теперь представим, что одна половина решила уйти, а вторая с этим не согласна и прибегла к магии, чтобы ее удержать. Насильно привязать к себе и так, чтобы вообще никуда деться не мог. Как можно крепче. Эта лента – это последствия приворота. Обратите внимание, она давит на оба шара, а не на один. Она деформирует их, она их уродует. Как бы ни было сложно, надо уметь отпускать и уходить. Болит потери пройдет со временем. Расплата же за приворот, он же возврат любимого, будет гораздо сильнее и продлится намного дольше. Не поддавайтесь своим оскорбленным чувствам. Дайте себе остыть, дайте себе время подумать. Не совершайте непоправимых ошибок, за которые будут расплачиваться еще и ваши дети. Сравните живой цветок с искусственным. Не вянет, он и не пахнет, он и не плодоносит. Так же и притворная любовь. Зачем вам подобное чувство, а не настоящее счастье? Надежда набралась смелости и поговорила с мужем. Как и предсказывала ее интуиция, муж ушел к ее подруге. Ей было очень тяжело. Но постепенно она стала ощущать, что это был единственный правильный вариант в ее жизни. Долго притворяться, что ничего не происходит, когда внутри бушует обида, просто невозможно. Поддержка детей и огромная работа над собой дали свои плоды. У Надежды начался абсолютно новый этап в жизни, насыщенный положительными эмоциями. Потому что она пошла развивать свою интуицию и свои предчувствия. И сейчас она является ученицей моего курса Таро Райдос. Да-да, у меня есть такой курс. Предсказательная система Таро Райдос. Если вы тоже чувствуете у себя определенный потенциал к этому и когда-то с этим сталкивались, идите учиться у лучших. Всю информацию вы можете найти у меня на официальном сайте. О чем бы ни вели мы с вами разговор за чашечкой кофе, все на самом деле сводится к одному. К любви и доверию. Доверию к самому себе, к своим ощущениям. Доверию к близким и незнакомцу. Любви ко всему живому и прекрасному. Наша жизнь – это не волшебная сказка, где фея крестная машет палочкой, выполняя одно желание за другим. В реальности надо много чего сделать и преодолеть, чтобы найти ту же любовь или заслужить доверие. Не ленитесь, утруждайте себя, будьте настойчивы. И тогда все-все у вас обязательно будет хорошо. А еще я вам хочу сказать, что история надежды – это яркий пример того, как ее предчувствие вело ее туда, где ей должно быть. И даже несмотря на то, что судьба ей приготовила такие уроки, такие события, которые она обязана была пройти, она нашла поддержку, опять же, в себе, в своей интуиции. И нашла новый путь своей реализации. Она стала доверять себе. Пиши в комментариях, что ты думаешь об этом выпуске. Пиши в комментариях свое мнение. Что тебя задело? Возможно, в твоей жизни тоже что-то было такое, чем ты хочешь поделиться. И напоминаю о том, что больше информации ты можешь найти всегда в моем телеграм-канале. Подписывайся и будем на связи. Меня зовут Виктория Райдеса. Я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться.